Иванна Нобол Первый тип православных групп, начавших оседать в Западной Европе, — это экономические и политические мигранты, переезжавшие на Запад с начала XVIII века. Им казалось естественным открывать свои собственные этнические церкви. Несмотря на то, что их переселение было результатом относительно свободного выбора, дом в глубоком и часто идеализированном смысле этого слова всегда оставался в каком-то другом месте, нежели в том, где они жили. Эти группы внесли свой вклад в формирование того, что можно назвать православной диаспорой на Западе. Однако мы должны учитывать древнее понимание этого термина. Это понимание нужно расширить, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, термин «диаспор» исходно относился к территориям варваров, о чем говорится в 28-м правиле Халкидонского собора. В наше время православные прибыли в страны, имеющие свою древнюю христианскую традицию, и принесли с собой различные православные традиции из дома. И это ведет меня ко второму пункту размышлений. В представлении о диаспоре должно поменяться число, с единственного на множественное, потому что не существовало единой диаспоры и единой юрисдикции, а существовала неканоничная множественность юрисдикций на одной территории. И это провоцировало разногласия, до сих пор продолжающиеся среди самих православных христиан. Эта аномалия началась с прибытия первых эмигрантов, а затем стала серьезной проблемой, когда сотни тысяч эмигрантов бежали и были депортированы из России и оказались на Западе после революции. Православные христиане на Западе, оглядываясь назад больше, чем устремляясь вперед, составили себе крайне полярные представления о Доме и о Западе, а также выбрали в качестве стратегии сохранение своей культуры и своей версии православия без каких-либо изменений. Впрочем, нельзя сказать подобное обо всех потомках эмигрантов, если мы не хотим обойти молчанием. Крайне ценный вклад некоторых из них, тот вклад, который создал Свято-Сергиевский институт или Свято-Владимирскую семинарию и множество других очень важных для нас учреждений. В настоящий момент, однако, мы не можем говорить о поместной церкви ни в Западной Европе, ни в Америке. Множество этнических церквей и тот факт, что они сохраняют статус диаспоры, вернее, как я уже говорил, диаспор во множественном числе, потому что они влекут за собой неканоничное множество юрисдикций на одной территории, все это приводит две модели православного присутствия на Западе к непрекращающемуся конфликту. И мне кажется, что будущее православия на Западе во многом зависит от того, будет ли этот конфликт решаться, и если да, то каким образом. Перейдем к проблеме параллельных юрисдикций. Неканоничное существование параллельных юрисдикций на Западе имеет как политические, так и этнические причины. Политический аспект проблемы хорошо виден на примере греческой архиепископии в Америке, которая была разделена между роялистами и сторонниками Венезелоса уже со времени основания. Но более всего этот аспект виден в конфликтах между иммигрантами из России, начиная с русской православной церкви за границей, получившей свое начало по домофорам лишь недавно возрожденного на тот момент сербского патриархата. Ее правая монархическая политическая программа, включавшая клятву возродить автократическое самодержавие и династию Романовых в России. Это было неприемлемо для остальной части русских эмигрантов. Метрополиты Евлоги в Западной Европе и Платон США, которые также хотели оградить русских православных эмигрантов от влияния русской церкви, вынужденной лояльной по отношению к коммунистическому режиму, не желали, тем не менее, участвовать в восстановлении царского самодержавия. С их точки зрения царизм, и в частности Романовы, были, по крайней мере, частично ответственны за социальный и политический коллапс России. После сложных переговоров, Метрополия, находившаяся в Париже, перешла под юрисдикцию Константинополя, а Метрополия в США объявила о своей независимости и начала борьбу за автокефалию, которую получила в 1970 году. Были также и те, кто чувствовал себя обязанными хранить верность московскому патриархату. И хотя они отделяли себя от прокоммунистических заявлений своей церкви-матери, тем не менее, не желали оставлять церковь в тяжелое время. С их точки зрения, политические причины не могли служить достаточным оправданием для подобного решения. Хотя мы вполне можем понять, что именно сложная политическая ситуация привела к нестандартным решениям, и пастерская забота об иммигрантах возобладала над принципом канонической территориальности. Важно задаться вопросом, почему решения, принятые во время кризиса, остаются в силе и поныне, и почему после падения коммунизма юрисдикционная раздробленность только возросла. Помимо политических причин существования параллельных юрисдикций, наречествуют также и этнические причины. Согласно архимандриту Григория Папафумусу, этнофилитизм – величайшая ересь нашего времени, разрушающая церковное общение и возводящая в ранг религиозных проблемы, которые на самом деле таковыми не являются. Я согласна, что это крайне проблематичная тема. Тем не менее, мне кажется, что при изучении этнических причин юрисдикционной аномалии может также быть полезной изучить источники по данной проблеме из предшествующего времени, а не только пользоваться распространенным критическим подходом к современному пониманию нации как светской заменой той связи, которая раньше создавалась принадлежностью к одной церкви. Мне кажется, что воспоминания об отказах в равенстве и попирании местной христианской традиции, языка и культуры все еще живы и зачастую неуврачеваны. Нарративы, связанные с несправедливостью, играют важную роль, когда разные люди говорят о византийском наследии или о проблеме этнофилитизма. При этом значение одних и тех же фраз может быть разным, поскольку это зависит от того, кто говорит. Так же, как и наши воспоминания и повествования о прошлом никогда не бывают свободны от наших собственных интересов. Эта вовлеченность особенно заметна, когда присутствуют также воспоминания о потере чего-либо. Деликатная работа с воспоминаниями о принадлежности и потере может, по моему мнению, сыграть важную роль в исцелении нарушенного единства. Можно вспомнить примеры из прошлого, которые являют собой такие жизненные модели и которые не используются в последнее время. Мы можем справедливо критиковать восприятие этноса как главной ценности. Но мы должны признать, что православная церковь, будь то в традиционно православных странах или на Западе, не сможет выйти за рамки этноцентрического дискурса до тех пор, пока, по словам Панделиса Калоицидиса, она не отринет всякую иллюзию возвращения к византийской теократии или любую другую романтическую, антимодернистскую идею христианского общества, например, идею Святой Руси или сакрализованных балканских монархий. Хотя не существует легкого решения для проблемы политической и этнически обусловленной множественностью резидикций. Тем не менее, многое может быть сделано на пастерском уровне, и благодаря этому богословские канонические дебаты в этой области предстанут в новом свете. Последняя часть моего доклада — «Уход от богословского и духовного единообразия». В этой заключительной части я буду говорить о следующем парадоксе. Если смотреть на каноническую ситуацию в православии на Западе, мы наблюдаем множественность без единства, тогда как при рассмотрении богословского ландшафта мы видим напротив единообразие без множественности. Конечно, это серьезное упрощение, но тем не менее в этом упрощении могут быть некоторые элементы, на которые стоит обратить внимание. И я собираюсь сконцентрироваться на отделении неопатристической школы от остальных форм религиозного возрождения, с которыми она поначалу была тесно связана. На Западе конфликт возник между тем, что отец Флоровский называл русским религиозным возрождением, которое он характеризовал, кстати, как псевдоморфоз традиции и неопатристической школы. Многообразие было почти повсеместно заменено синтезом, вследствие чего такие движения, как исихазм, славянофильское движение, софиология, христианские попытки принять участие в социальных реформах в стране постепенно исчезли, а с ними исчезло и пространство диалога. За некоторыми исключениями, впрочем, довольно заметными, такими как Владимир Лоский или отец Димитру Станилоя, неопатристический синтез стал своеобразным катафатическим богословием или, если выразиться более провокационно, занял место новой схоластики в православном ключе, обеспечивая четкую идентичность православия в полемике с Западом и с современностью. Современные православные богословы, отец Иоанн Берр, Аристотель Папа Николау, Панделис Калаицидис, неоднократно выступали с подробной резкой критикой такого подхода к формированию идентичности. Но то, что еще пока не достигнуто, с моей точки зрения, это восстановление утерянного многообразия. Неопатристическое движение принесло много хорошего. Прежде всего, серьезное изучение отцов в церкви обеспечило некое противоядие против единообразия. И я люблю неопатристическую школу. Именно она привела меня ближе к православию. Тем не менее, я считаю важным возродить некоторые подходы и точки зрения, которые оказались временно в числе маргинальных. Исихазм, несмотря на то, что его изучали в западных семинариях с богословской точки зрения, а отцы Флоровский и Мейндорф посвятили ему ценнейшие исследования, которыми мы до сих пор пользуемся, не был, тем не менее, поддержан исихазской духовной практикой, за небольшими исключениями в течение первых двух поколений после революционной эмиграции. Более того, литургическая духовность вытеснила исихазскую духовность. В наше время это, по крайней мере, начинает меняться, особенно когда меняется отношение к людям, живущим в монастырях в Западной Европе и США. Славянофильское движение не умерло вместе с уходом идеологии панславянизма. Хотя не испытываю никакого желания защищать эту идеологию, я думаю, вы поверите мне, ведь я сама происхожу из Чешской республики, у которой есть этот большой сосед на Востоке. Понимание Хомяковом, соборности, частично нашло свое новое выражение в евхаристической экклезиологии отцов Афанасьева и позднее Шмемана. Однако, с моей точки зрения, мистическая антропология и экклезиология Хомякова, сочетающие взаимную любовь и свободу, так же, как и теория Кириевского, о цельном, интегральном знании, объединяющие научный подход с доводами сердца, все еще должны быть оценены по достоинству и более серьезно. Христианские основания социальных реформ, особенно после опыта коммунистических режимов, казались утопией. И все же, благодаря Бердяеву, отцу Сергию Булгакову и матери Марии Скопцовой, эта тема вновь вышла на поверхность и привлекла внимание, будь то в философии свободы или в размышлениях о конкретной помощи нуждающимся. Софиология была помечена как еретическое учение из-за процесса отца Сергия Булгакова, но все же ее нельзя свести до уровня всего лишь проблематичного учения о четвертой ипостасе. В связи со славянофильскими корнями софиологии ее стали заново рассматривать в качестве пути целостного движения к всеединству, так как она оспаривает исключение воплощенного знания, мистического знания и отделения христианского востока от христианского запада или отделения христианства от других путей поиска добра, красоты и истины. В этом качестве софиология чаще использовалась католическими, нежели православными богословами, но и здесь бывали исключения, например, Антуан Оржаковский или Стоян Танев. Это лишь некоторые примеры того многообразия, которое было утеряно. Хотя они не исключают и других возможных путей духовной жизни и богословия, которые могут также быть действительно православными. Восстановление утраченного многообразия не должно вести к утрате тех источников, из которых проистекает христианская и православная жизнь, и оно не означает, что мы должны отказаться от умения распознавать и выносить суждения. Скорее, это призыв не выносить суждения исключительно по идеологическим причинам. Итак, заключение. Прежде всего, я хочу сказать, что православие уже укоренилось на Западе, но этот процесс укоренения еще не завершен и должен продолжаться творчески и пастерски деликатно, то есть так, чтобы органично включить в него всех, кто находится здесь, и особенно тех, кто в прошлом был обижен, задет или маргинализован. Как уже было сказано, неуместно говорить об устоявшихся организациях. Неважно, экклезиологических или академических используют терминологию диаспоры. Я думаю, что мы должны смотреть на них скорее как на поместную церковь. Кроме того, следует обратить внимание на разделения, вызванные юрисдикционной аномалией, а также предпочтениями как политическими, так и этническими, которые выдают неважное за важное. Это требует нашего внимания. И, наконец, о том, что касается опасности духовного и богословского единообразия. Мне кажется, что осознание этой опасности уже шаг за пределы круга. Я думаю, что будущее православной диаспоры будет во многом зависеть от того, как она сможет принять сокровища православия, данные для всех народов, а не для одного, и как она будет работать с ними, а также от того, как она примет вызовы и затруднения, ожидающие нас в будущем. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо. 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 Спасибо.